Здорово, дружище. Сегодня мы с тобой посмотрим утопия шоу мифы, в которые мы верим. Одна из моих любимых видосов. Рубрик на данный момент. Давай, поехали. Вы очень в курсе, что фильмы, мультфильмы, литература, поп-культура и рассказы бабушек настолько сильно исказили наше представление о животных, что мы в прямом смысле можем приписывать им то, чего вообще не должны. Это новая порция мифов. Поехали. Как спастись от жуткой вони? Повысить потенцию при помощи носорога? Почему в зоопарк нельзя проносить флейту и почему Дисней на самом деле очень жестокая компания? Звучит как несвязный бред, но сегодня вы обо всем этом узнаете. Так что если даже вы что-то знали об этих мифах, вам все равно будет интересно. Блин, интересно, уже интересно. Окей. Обезьяны. С чем они ассоциируются? Не знаю, как у вас, но мне всегда не... Да со мной, я же сам еще та свинья. Ассоциировались с бананами. Дайте-ка подумать. Ах да, ведь именно это нам всегда и показывали. Да. Так, только не говори, что они не едят бананы. Реальность обстоит немного по-другому. Вы думаете, что я сейчас скажу, что они их не едят? Да нет. Они как раз их очень любят и никогда не откажутся, прямо как я. Но прикол в деталях. Еще в 1936 году был проведен эксперимент, чтобы понять, какая еда больше всего привлекает обезьянок. И бананы всегда были на втором... Вот это людям делать нехер, скажи. ...в третьем месте. На первом всегда был виноград. Но и это не самое главное. Тут написано, что большинство людей подумало бы, что обезьяны больше всего любят орехи. Серьезно? Хоть кто-нибудь в современном мире будет представлять обезьяну, которая ест орехи? А все потому, что в те времена, особенно по всему, еще не было такой ассоциации с бананами. Ведь это связь дела рук человека. Да, я вам уже говорил, что банан был культивирован еще очень и очень давно. Раньше он был с огромными костями внутри и есть его было попросту нельзя. Чего? Фуууууу. А после вмешательства он стал слаще, без косточек и привычного вида. И, разумеется, выращивался там, где жили люди. А диким обезьянам в их среде обитания могли попасться только дикие бананы, Которые такие себе, будем честны В основном же они едят листья, орехи, цветы, яйца, букашек всяких Да и вообще все, что под руку попадется Но все же мне удалось найти ровно одну фотографию, где обезьяна держит дикий банан И то не факт, что его вообще съели Даже если и едят, то это точно не их основной рацион Но и это еще не все Обезьяны, помимо своей обычной еды, натыкались на вот эти вот человеческие бананы И с удовольствием их кушали Люди выкупили, что им нравится, стали давать в цирках и зоопарках Появилась тесная ассоциация и это плохо Ведь им нельзя бананы Ну как бы можно, но в меру Это все равно, что мы будем тортиками питаться каждый день Слишком калорийно, не как в дикой природе Поэтому зоопарки постепенно отказываются от бананов Ведь это по факту можно назвать человеческой едой Не с места, это полиция фактов Так что такая крепкая ассоциация, скорее всего, дело времени Но я был очень удивлен, увидев такую информацию в популярной игре Вот это я вообще не знал, слушай Вообще-то, обезьяны не едят бананы Да брось Серьезно? В смысле, они могут, но в дикой природе они предпочитают жуков, орехи и листья Кроме того, бананы слишком сладкие Мам Неожиданно, слушай Ты знал, что обезьянам нельзя бананы? Да кто тебе такую чушь сказал? Компьютеры твои сраные Классика Но вот что вам в играх точно не расскажут Не знаю, интересно Слушай, а один я, кстати говоря, историю учил по играм, в которых есть исторические события Я прям по ней все знал Вам или нет, но я арахнофоб Я тоже Боюсь пауков Причем больше страха у меня вызывают мелкие пауки или с тонкими лапками Это прямо Да-да-да В детстве мне еще говорили, что паук может в рот заползти, пока ты спишь Что, разумеется, оказалось фейком, ведь они не самоубийцы Но меньше бояться я не стал Тем не менее, когда я их вижу, я не достаю тапок А убегаю, как маленькая девочка И мне вообще не... А мне их жалко Я их боюсь, но мне их жалко Я преодолеваю свой страх Я их обычно во что-нибудь складываю И пытаюсь выкинуть в окно Там они, скорее всего, все равно умрут Но как бы не от моих рук, так что все в порядке Стыдно Вы их видели? Ну, если уж он появился у меня дома А убивать мне их не хочется, ведь они ничего плохого не сделали Я стараюсь пересилить свой страх Беру лист А4 Во! И выставляю... Во-во-во-во, точно, точно Паука туда забраться Открываю окно и вызволяю его из моей большой темницы Да-да Там ему будет всяко лучше Нет, да? Им будет хуже Или... Нет Но я не обманываюсь я мыслю, что они все равно помрут Дело в том, что во всем мире многие домашние пауки адаптированы к определенным условиям И никогда не выходили на улицу погулять По данным музея естественной истории имени Бёрка, это делали только 5% восьмилапых. И вообще домашние пауканы довольно-таки отличаются от тех, которые постоянно живут на улице. Из 170 видов сьетловских пауков, только 8 из них встречаются как дома, так и на улице. Поэтому не думайте, что они зимой пришли к вам погреться. Не, ну они полетят куда-нибудь еще, там найдутся место. Они хладнокровны. Вероятно, они всегда были у вас дома. Ведь совершенно в каждом доме или квартире есть некоторое количество пауков. А может они прямо за тобой? Арахнофобам привет, остальных поздравляю. В общем, есть вероятность, что я их безжалостно убивал, думая, что спасаю их. Это не 100% вероятность, хотя зимой у них, конечно, шансов не особо много. Что я за мразь? Если дело так же, пиши в комментариях. В любом случае убивать их не рекомендуют, ведь они приносят в доме больше пользы, чем вреда, хавая других надоедливых насекомых. Тогда что делать таким неженком, как я? Совет от спеца по паукам Рода Кроуфорда звучит так. Аккуратно отнести паука в гараж. Гараж. Вообще, у меня есть гараж, но... Блин, в гараже будет это паучило. Вряд ли пауку будет интересно ехать до него на машине, а потом на велосипеде. Хотя, кто знает, может, мы бы смогли подружиться. И вообще, почему они не такие же милые, как в мультиках? Было бы намного проще. В мультиках вообще все прекрасно, кроме одного момента. Все, что показывается там, неплохо так врезается детям в голову. Это да. А животных там искажают очень сильно. Правда. Вы когда-нибудь видели дикобразов? Нет. Да. Теперь видел. Да, ля пизда-то какие. Клево. Я недавно увидел жилую зоопарку. Крутые, да? Интересно, сколько иголок получают работники, пока чистят вольер? Не, они стрелять не умеют, это очевидно. Хотя тоже это странно, откуда это пошло, но это очевидно. Да, я это представлял примерно так же. Блин, мне так нравится, как он запаривается над каждым видосом. Это так круто. Твою м... Но дикобразы, к сожалению, не умеют стрелять иголками. И не осуждайте меня за то, что... Почему, к сожалению, к счастью. Я тоже так думал. Ведь недопонимание началось еще давно. Как минимум, можно взглянуть на герб Людовика XII в XVI веке. И это не взялось с потолка. Часто хищники, которые нападали на дикобразов, возвращались с мордой, усеянной иглами, но без добычи. Ну, значит, подстрелили. Бывает. Но в реальности это не так. Дикобраз тот еще панк. И ему плевать на этих кошек. Если ему надо пройти, он пройдет. А если кто-то помешает, то он с радостью подставит свои лохматые булочки и будет ими размахивать, как бы атакуя. А так как огромные иглы дикобраза держатся не очень крепко, то они просто остаются в теле нападающего. Все просто. И хоть они не ядовитые, но всякая грязь на иголках вполне может вызвать заражение. И было достаточно много случаев, когда львы и другие хищники погибали в этой схватке. Их подкололи, если вы понимаете, о чем я. А вообще... 1 апреля, наверное, дикобраз будет самым главным жителем всего на свете. С точки зрения физики, метание иголок было бы невозможным. Ведь нет стабилизации, и сами иголки очень легкие. Факт очевидный? Ладно, но вы точно не знали следующего. Вообще, хищники стараются стороной обходить дикобразов. Передача, блядь, это, я не знаю, рубрика. Но в засуху не остается другого выбора. Когда большая киса нападает на дикобраза, то, во-первых, это занимает большое количество времени. И не факт, что вообще получится. Ведь этому психу все нипочем. А если получается, как я уже говорил, она не уходит без иглоукалывания. Иногда они застревают в лапах, носу, зубах. Это начинает... Блин, дикобраз вообще жесткий. Он просто стоит, и рядом с ним куча пантер. А он такой, да мне ноги поебать. Вообще, похуй, 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 похуй. И мешать гноиться. Они постепенно теряют свою былую прыть. И, чтобы не умереть с голода, начинают охотиться на ту добычу, которую легче поймать. А именно, скот или людей. Вот это да! Исследования говорят нам, что в некоторых случаях людоедства львы были поражены иголками достаточно сильно. Что почти наверняка спровоцировало нападение на людей. Фотографии найдете в документе. Кто бы мог подумать, что это вообще связано. Мораль тут простая. Не шутите с этими дикими панками. О, кстати, взгляните на этот скелет. Угадайте, что это за животное. Это носорог. Блин. А где рог? Я стесняюсь спросить. А его рог это не кость. А вообще отдельная штука, которая состоит из кератина и напоминает склеенные волокна, что вы можете видеть на этом снимке. То есть это здоровенный волосяной хер на лбу? Из этого же состоят наши волосы и наши ногти, например. Ноктирок. Наверное, можно сказать, что это хорошо зализанный хайр, но никак не кость. Но этот рог на черном рынке стоит десятки, если не сотни тысяч долларов. Так он вырастает? Поэтому придурков-браконьеров не останавливает даже зоопарк. Они все равно могут вломиться, убить животное и отпилить рог. Из-за этого носорог вообще близок к вымиранию, кстати. А знаете, из-за чего такой спрос? Вы не поверите! Традиционная китайская медицина. Ну, конечно, китайцы. Ну, конечно, китайцы. А что же вы еще делаете? Не путать с доказательной медициной. В общем, еще дохрена лет назад рог носорога измельчали и использовали в качестве лекарства от лихорадки, головных болей, болей от артрита и даже одежливости дьявола. И... Доктор, доктор, дочь заражена дьяволом. Сейчас носорогу уебем рог. На нахуй сейчас... Вот дудей и грец. Такое вот разностороннее лекарство. Разумеется, исследования, которые пытались это повторить, говорят о том, что это чушь собачья. И вы спросите, разве для того, чтобы теоретически головную боль вылечить, нужно убивать носорогов? А все куда серьезнее. Когда дело доходит до традиционной медицины, никто разбираться не планирует. Если сказано, что лечила тысячи лет назад, значит лечит и сейчас. Быстро купи. Поэтому СМИ каким-то образом смогли распространить, что рог носорога лечит рак. Что, согласитесь, намного серьезнее. А также выступает как афродизиак. Знаете, что это такое? Вещества, стимулирующие или усиливающие половое влечение или половую... А, нет, неправильно. Активность. На самом деле, в китайской медицине этого не было. Но механизм был запущен. Черный рынок. Огромный спрос. Безумный ущерб популяции. А все ради чего? Чтобы какого-то богача хобот наконец встал. А хотя по-хорошему он просто мог ногти погрызть. Одна херня. Настоящая? Хотя ладно, основная цель, конечно, была лечение рака из-за веры в лечебные свойства рога и продажи, как очень дорогой сувенирной продукции. В общем, что-то на богатом. Сейчас, кстати, во избежание убийств этих красавцев им специально отрезают рога, чтобы на них не охотились. Прям бензопилой. Выглядит жестко, но там нет нервных окончаний, если что. И происходит это под наркозом. И все равно я не знаю, можно ли это показывать. В ссылках посмотрите. Какая-то продавать можно? А есть еще более прикольная разработка. Делают искусственные рога из конского волоса. Вот, зацените в сравнении с настоящим. Прикольно. Вообще не отличить. Таким образом, защитники хотят, чтобы черный рынок весь перемешался и спрос был меньше. Вы что, угораете? Эти люди верят, что рог лечит рак. Им вообще плевать, куда и что втирать. Да, да, да. А сейчас будет достаточно ужасный миф. Вы знаете, кто такие лемминги? Грызуны, обитающие в Арктике и в тундровых зонах. Я точно помню, что в детстве узнал о них из мультика Утиные истории. И там был момент, когда лемминги массово прыгали со скалы. Ну, мультик и мультик, скажут многие. Но что, если я скажу, что это на самом деле заговор студии Дисней? Звучит как бред, но смотрите, поверье, что лемминги массово умирают прыгая со скалы появилось еще очень давно. В научном журнале 1877 года говорится об этом. Потом это подхватывают писатели и так далее. В 1958 году Дисней выпускает документальный фильм. Да, они не только мультики тогда делали, где показывают, что лемминги прыгают со скалы и погибают. Это не анимация, это реальная жизнь. И втолкали просто. Все оказалось куда ужаснее. Все это снималось в месте, где лемминги не живут. Их закупили в другом месте и привезли на съемки. И лемминги на самом деле не прыгают со скалы. Их столкнули. Охуеть. Дисней всех обманул. Убил леммингов, увековечил миф и получил за эту документалку Оскар. Круто, чувак. Все это стало известно после документального разоблачительного фильма Круэл Камера. При повторном просмотре я прям вижу, что их что-то толкает. Ну конечно. Жесть. Ситуация на самом деле очевидна. Люди просто мало о них знали. В какой-то момент их популяция из огромной становилась чуть ли не нулевой. Поэтому и объяснили это массовым выпиливанием. На самом же деле ученые до конца не уверены почему они исчезают. Но основная версия вокруг просто много хищников. Ну а почему Дисней сделали такую подставу вот это загадка. У меня есть еще загадка. Сколько ног у сороконожки? На размышлении дается много секунд. Очевидно, что у нее не сорок ног. Но самое занимательное, что в других странах ее называют вот так. Что с латинского означает 100 ног. Или вот уже другие, которые в переводе 1000 ног. Но все они тоже были неправы. У них вообще нет определенного количества ног. А рекордным было всего 750. Откуда взялась цифра 40, я не знаю. Скорее всего, просто на слух хорошо ложится. Но даже у домашней сороконожки их 30 всего. Хотя я бы очень не хотел, чтобы у меня дома жила такая. Пусть он в гараже с пауком тусуется. Я вообще думал, что сороконожка это сороконожка. Пахнет обманом. А это означает только одно. Мы недалеко от скунса. Вы когда-нибудь задумывались, почему в зоопарках скунсы под защитным стеклом? На самом деле, это специальное наностекло, которое служит барьером от жуткой вони, которая находится всего в 5 сантиметрах от носа посетителей. Это не правда, да? Ученые называют это скунс-камера. Поговаривают, что некоторые работники даже падали в обморок. А еще ходят легенды, что я все это выдумал. Да. Что скунсы не работают тоже? Да ладно! Сколько ты моих этих детских повериваний убиваешь, козлина? Я капитан! Умирай! Устану! Давай! Фильмы и мультфильмы показали нам, что скунсы воняют, а встреча с ними грозит распылением вонючего газа. И все это неверно. Начнем с последнего. Это не газ или какой-то пердеж, а скорее маслянистая субстанция, которая конкретно въедается во все, к чему прикасается. И да, она жутко воняет. Зато как защитный механизм работает отлично. Эта субстанция выходит не из задницы, как многие могут подумать, а из специальных желез, которые появляются в нужный момент и достаточно метко стреляют. Второе. Если увидели скунса, не нужно морально прощаться со своей одеждой. Достаточно будет просто не нападать на него. Это животное само не будет вас атаковать. Оно просто хочет пройти. А его спрей на вас тратить он не собирается. Да, ни на кого не собирается. Это нужно только в крайнем случае, ведь он будет восстанавливаться несколько дней, а поэтому скунс окажется беззащитным. Вместо этого он будет предупреждать... Блин, как природа продумала это все, прикинь? ...своего врага до последнего. Будет топтаться, пятиться задницей и показывая, кто тут главный. И что самое, угас... Стоять на передних лапах и танцевать. Вы посмотрите на этот ёршик. Страшно, очень страшно. Но если видеть эти сигналы и просто отойти, вам ничего не будет. И последнее. Воняет только то, что они выделяют. Обычные скунсы не воняют, как можно подумать. Поэтому самые экстремальные люди заводят их в качестве домашних питомцев. Не такие экстремалы на всякий случай удаляют эти железы у ветеринара, чтобы не выкидывать свою одежду потом. Ведь отстирываться эта дичь очень и очень сложно. Во многих зоопарках, кстати, у них тоже все удалено, так что вы в безопасности. В отличие от змей, вы в курсе, что в зоопарках запрещены флейты. Я бы мог принести их незаметно и загипнотизировать их, но так и быть не стану. Ну, наверное, змеям плевать на это, да? Сколько ты еще будешь убивать? Ладно. Все, что я верю. Я пробовал, но не получилось. Да, идет. Ладно, я даже не был в зоопарке. Так что я не знаю, можно ли это сделать. Кстати, ты был в зоопарке? Я когда-то давно им, давно когда маленьким был. Больше мне как-то особо не интересно. Не знаю, не любитель я смотрел на вещи. Вопреки распространенному мнению, что музыкой можно очаровать змею, это не так. Это большое заблуждение, подхваченное всеми, кому не лень. Заклинатели змей это очень и очень древняя творческая профессия, где используется духовой инструмент, который называется пунги. Мелодия наигрывается и как нам это преподносит, она завораживает кубру и она теперь во власти человека. Проблема в том, что это никакие не заклинатели, а змея эту музыку не слышит. Это достаточно высокочастотные звуки, а змей слышит низкочастотные, поэтому музыка тут совершенно ни при чем. Видите эту палочку? Это не часть инструмента, это просто трубка, которую боятся змеи. Они просто на стреме такие, что-то опасное, надо уворачиваться. Поэтому заклинатели и делают вот такие вот движения, чтобы змеи реагировали, а все вокруг такие, боже, они танцуют, обосраться. На первый взгляд может показаться, что это очень опасное занятие, ведь кобры очень и очень ядовиты. Да, особенно если собирать этих змей самому, но часто их просто закупают у специальных торгашей, а потом делают все, чтобы заклинать ее было безопаснее. Например, морить голодом до сонного состояния, вырывать клыки или зашивать рты, после чего, разумеется, змея протянет недолго. Но заклинателям по большей части вообще все равно, ведь это расходник для них. И даже несмотря на это, их все равно очень часто кусают. Бесполезный, жестокий, устаревший аттракцион, который, к слову, уже запрещен. Поэтому на оживленных улочках это уже вряд ли можно встретить. Вот это для меня прям новое, это я прям не слышал. Получается утопия змея. Понятно. Какие чарующие звуки. А где я? Ожидаю рекламу. Ты в лучшем месте. Тут все то же самое, что и в обычном мире, только намного дешевле. Ожидаю рекламу. Всегда мечтал после смерти попасть в Алиэкспресс. Ты не умер, ты просто устал. Блин, как круто. Устал переплачивать. За этого и уважение. Утопия. Как всегда, крут. Не знаю, видосы его прям бальзам для души. Я надеюсь, тебе тоже понравилось. Если хочешь посмотреть рекламу, зайди на оригинал. Вот. А пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Увидимся уже в следующий раз. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.